500 страниц о жизни и исторических подвигах в библиотеке Маяковского прошла презентация книги «Адмирал Ушаков». Саровские лицеи снова в топах, опубликованы о рейтинге лучших школ 2016 года. До 1 декабря 2017 года движение автомобилей по проспекту Октябрьский будет ограничено. Далее расскажем обо всем подробно. День учителя – значимый для школ праздник, потому как именно в этот торжественный день публикуются общероссийские рейтинги самых отличившихся и сильных учебных заведений. И Сарову вновь есть чем гордиться. 15-й и 3-й лицеи вошли в топы лучших общеобразовательных организаций. Важно отметить, что для попадания в данные рейтинги совершенно не нужно, как, к примеру, на конкурсах по НПО, собирать комплекты документов. Здесь все происходит на основании независимой оценки. Рейтинг самый что ни на есть объективный. Он составляется независимыми экспертами по результатам ЕГЭ и Олимпиад различного уровня. И наши лицеи попали в эти рейтинги вполне заслуженно. Я являюсь призером регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по физике. Стал призером регионального этапа по химии. Диплом призера на финал Всероссийских Олимпиад по физике в Сочи и по математике в Казани. Я успешно выступил и занял первое место. Впоследствии я получил грант-президента Российской Федерации за это. Попадание в рейтинг почетно и престижно. Но чья все-таки это заслуга – учителей или учеников? Для того, чтобы попасть в этот ТОП-100, безусловно, вклад внесли и педагоги нашего лицея, и дети. Поскольку результаты итоговой аттестации и результаты участия во Всероссийской Олимпиаде зачитываются в этот ТОП. Но без педагогов, без сотрудничества педагогов, родителей и детей, я думаю, таких успехов нам бы достичь не удалось. У Елены за спиной многолетний опыт, поэтому на подобные вопросы она всегда знает ответ. А знают ли ученики, благодаря чему их школы оказались среди лучших? В первую очередь это благодаря ученикам, которые занимали места на Олимпиадах и хорошо сдавали экзамены. Ну и, конечно же, за учителей, которые отдают всю свою душу, чтобы внушить ученикам вот эту вот жажду знаний. Лицея номер 3 и 15 вошли в число лидеров по трем профилям – физико-химическому, индустриально-технологическому и математическому. Также лицея номер 15 вошел в ТОП-200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся. Мария Испирова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Современные технологии позволяют за считанные минуты отыскать множество информации о любом историческом деятеле. Но зачастую эти факты разрознены и не систематизированы. В библиотеке Маяковского прошла презентация книги-альбома «Адмирал Ушаков». Авторы объездили все уголки страны и собрали самую подробную информацию о великом флотоводце. Впервые, я говорю, было особо на все, что есть в России, по Ушакову, все. То есть, как правило, авторы, которые раньше писали, они брали какой-то образ, что-то изучали и так далее, очень давали много исторических документов, ссылок и так далее. Книга, если, в принципе, ее исчерпать по Ушакову, то она занимала буквально 10%. То есть, эта книга полностью от первого листа до 488-го посвящена только Ушакову. Об «Адмирале Ушакове» написано более 200 книг и статей. Издание июля 2016 года особо значимо для нашего города, так как Сарову в нем посвящено несколько страниц. Авторы рассказали о городе и, в частности, о музее военно-морской славы. А председатель общественной организации ветеранов ВМФ Сергей Яковлев вошел в состав редколлегии. Когда презентовали книгу, то есть в электронном виде книга была только в трех вариантах. То есть у автора, соавтора и здесь у меня второй вариант. Авторы доверяют книгу, которая еще даже не издана. То есть, они полагаются, не мат того, что они просят ее изучить, посмотреть и сделать замечание. Книга «Адмирал Ушаков» была номинирована на Всероссийскую историко-литературную премию «Александр Невский», где была отмечена наградой второй степени. А само издание в составе передвижной выставки путешествовало по городам России. Сейчас очень много стали говорить о духовно-нравственном и патриотическом воспитании, о том, о чем в 90-х годах несколько забыли. Вот сейчас мы к этому возвращаемся. Но, мне кажется, вот все вы со мной согласитесь, чем отличается город Саров. Город Саров отличается тем, что в нем никогда не прекращалась эта работа. Книга явила миру новый образ Федора Ушакова, изображенный на обложке портрет адмирала, утраченный образ флотоводца в возрасте 55 лет. Подарочные экземпляры книги были вручены гостям и зрителям презентации. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Департамент городского хозяйства сообщает, что для обеспечения безопасности при строительстве нового моста через реку Сатис с 12 ноября 2016 года по 1 декабря 2017 года будет ограничено движение по проспекту Октябрьский на участке от пересечения с улицы Дзержинского до пересечения с улицы Академика Сахарова. Роспотребнадзор предупреждает, что зарегистрированы два случая заболевания батулизмом, связанных с употреблением овощных консервов. Огурцы малосольные, бочковые и производство ООО «Меленковский консервный завод». Продукция упакована в стеклянные банки по 900 граммов. Дата изготовления – 3 августа 2015-го. Срок хранения – 3 года. Федеральной службой Роспотребнадзора приняты меры по изъятию из оборота опасной продукции. Ведется расследование. Специалисты рекомендуют не приобретать и не употреблять вышеуказанную продукцию. Обновленный проект расписания единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена и основного государственного экзамена на 2017 год подготовлен Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Согласно информации, экзамены пройдут в три этапа – досрочный, основной и дополнительный. Первый этап стартует 14 марта и завершится 7 апреля. Основные экзамены начнутся с 26 мая и продлятся до 30 июня. ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня можно будет сдать в дополнительный период – с 4 по 15 сентября. Напомним, что для школьников и родителей существуют интернет-ресурсы для проверки знаний КИГЭ. К примеру, на сайте trnai.w.online-eg.ru можно пройти тестирование в режиме реального экзамена. Домашние питомцы. Для многих четвероногие друзья становятся полноправными членами семьи. Поэтому тяжело переживать расставание с любимыми кошками и собаками. Особенно, если они при невыясненных обстоятельствах пропадают из дома. Жители улицы Карла Маркса забили тревогу. Здесь за короткое время пропало сразу несколько домашних и прикормленных кошек. Эпидемия пропажи кошек, домашних животных. Что домашних, что прикормленных. Очень много стало появляться объявлений. В том числе и у меня кот пропал. Объявления по району, что пропадают домашние животные – котики, кошки. Пропадают даже породистые коты. Несмотря на то, что двор большой, многие жильцы постоянно выпускали питомцев погулять. И не боялись за то, что те пропадут или не вернутся домой. Тем более, что кошки, как говорят специалисты, всегда могут отыскать дорогу назад. Вот это неведение, конечно, очень серьезно и больно думать про то, что случилось с нашими питомцами. Не зная вот этого, конечно, очень грустно. Так что же это – стечение обстоятельств или закономерность? По нашей информации, специалисты службы отлова животных работают с кошками только по заявкам коммунальщиков. Но на этой территории таковых не было. Хочется верить, что коты пропали не по людской вине. И скоро, воспользовавшись природными способностями находить дорогу домой, вернуться к хозяевам. Будьте бдительны, берегите своих питомцев. Дарья Цапорыгина, Владимир Есенников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Вот такое забавное представление наблюдали вчера жители города. Школьники и студенты играли на баяне и пели частушки. Но это было не просто развлечение, а акция городского клуба волонтеров «Инсайт», цель которой – напомнить горожанам о вреде алкоголя. Почему был выбран именно такой формат, мы спросили у самих участников акции. Все считают, что частушки в основном в нетрезвом состоянии поют, а это как бы ему зеркало. Николай – начинающий волонтер. В «Инсайт» он вступил только в этом году, но уже принимает активное участие в работе клуба. Именно он является автором этих частушек. Николай рассказал о том, на кого направлена акция. На всех. Здесь вот есть, короче, про молодые семьи, про стариков, про школьников есть здесь частушки. Здесь про всех, прямо про все слои общества, которые есть. Жители города восприняли акцию положительно. Останавливались все – и дети, и молодые семьи, и бабушки с дедушками. Частушки пришлись по душе каждому. Мероприятие нужное, своевременное. Чем больше молодежи будет проводить такие мероприятия, включаться в ряды волонтеров, тем народ, молодежь наша будет здоровее. Клуб волонтеров «Инсайт» активно занимается пропагандой здорового образа жизни. И следующая их акция будет посвящена Дню отказа от курения. Мария Спирова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». О том, как провести выходные в Сарове, расскажем в нашей традиционной рубрике «Афиша». Особенно повезло любителям активного образа жизни. На разных площадках города пройдут сразу несколько спортивных состязаний. В спорткомплексе «Юниор» в субботу пройдут финальные игры турнира по баскетболу Кубок Сарова. В 11 часов начнется матч за третье место, а победителя определят в 14.00. В перерывах болельщиков ждут конкурсы с призами, а настроение зададут танцоры из группы поддержки. В игровом зале стадиона «Икар» ждут поклонников полейбола. Там пройдет открытый Кубок города среди мужских и женских команд. А в тире детско-юношеской школы «Икар» открытый чемпионат города по пулевой стрельбе. Если же вы хотите не только наблюдать за спортивными баталиями, но и пережить небольшую спортивную нагрузку вам на каток. В воскресенье в 20.00 в Ледовом дворце массовое катание. В художественной галерее продолжается показ историко-патриотических фильмов в рамках регионального фестиваля «Набат». В субботу, 15 октября, горожане увидят анимационный фильм «Крепость. Щитом и мечом». Начало в 15.00. Персональная выставка Надежды Кириченко «Моменты счастья» экспонируется в городском музее. На суд зрителей представлены живопись и графика художницы. В кинотеатре «Россия» очередная премьера. Фильм от создателей «Кода да Винчи» и «Ангелов и демонов» «Инферно». Картина рассказывает о дальнейших приключениях профессора Роберта Лэнгдона. В эту субботу в молодежном центре состоится очередная игра клуба салонной мафии «Закрытый город». Стать участником очень просто. Приходите в 8 вечера, поднимаетесь на второй этаж и наслаждаетесь игрой и компанией. Если же вы просто хотите приятно провести время, пообедать или поужинать с друзьями и родными, поиграть в боулинг или бильярд, вас ждут в клубе «Прайм». Изысканная кухня, уютная атмосфера и все грани отдыха в одном месте. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА